Добрый день! В прямом эфире Весть Ульяновск. С вами Елена Гончарова и в начале краткий анонс выпуска. И себя показать и других посмотреть. В сельхозакадемии на ярмарке вакансий выпускникам предложили работу на селе. Пример мужества для юных. Сегодня в годовщину подвига Александра Матросова в Ульяновске прошла акция для дошколят. Анатолий Прозорливый и седобородый. Каким он был и чем запомнился первый архиепископ Симбирской епархии. День сегодняшний у промышленников, день завтрашний у агрария. Сергей Морозов в Майнском районе посетил предприятие текстильной промышленности и провел заседание штаба агропромышленного комплекса. Продолжит Анна Панова. В прошлом году на бывшую фабрику имени Степана Разина закупили новое оборудование. Оно обошлось в 42 миллиона рублей. На предприятии изготавливают техническую ткань. Сырье, востребованное и средства на модернизацию не роскошь, а необходимость. Это производство в Майнском районе ставят в пример. Но и здесь проблемные вопросы есть. Вопрос остается один, где взять рабочую силу на данное предприятие. Потому что нынче там работает 170 человек, но этого мало. Нужно где-то еще около 100 человек. К сожалению, зарплата пока не та, которая требуется. Она небольшая, но предприятие перспективное, развивающее. Сбыт расписан на многие годы. Так что есть тема для дальнейшего разговора. Что кормит село в первую очередь, так это предприятие агропромышленного комплекса. И впереди у них подготовка к весеннеполевым работам. Времени не так много. На милость погоды надеяться не стоит. Но чтобы двигаться вперед, нужно по традиции бежать еще быстрее. Губернатор поделился тревожным прогнозом Министерства экономики России. В ближайшие 2-3 месяца темпы роста инфляции резко увеличатся. Уже сейчас нужно готовить меры. Просил бы, еще раз говорю, чтобы вы посмотрели внимательно на вот эти данные Министерства экономики Российской Федерации. И прописали мне наши действия, которые должны привести к тому, чтобы мы не допустили резкого роста, да и вообще роста цен на продовольственные товары. Ну и на те производные, которые затрагивают 10-е полевые работы. Всего за последние 5 лет по инициативе главы региона в Маньский район было направлено 555 миллионов рублей инвестиций. Это магическое число принесло муниципалитету сотни единиц новой техники, новые жилые дома, новое оборудование на производствах и многое другое. Вслед за деньгами в район должны потянуться и люди. Для них здесь создаются не только рабочие места, но и вся социальная инфраструктура. Анна Панова, Денис Миронов, Вести, Ульяновска, Измайинского района. Очная ставка студентов и тех, кто хочет заполучить их в сотрудники, прошла в Ульяновской сельскохозяйственной академии. На ежегодную ярмарку вакансий пришли студенты, выпускники и их потенциальные работодатели, фермеры и руководители аграрного бизнеса. Здесь каждый старается показать себя в самом лучшем свете студенты для того, чтобы найти хорошую работу организации, чтобы привлечь талантливых сотрудников. Здесь встречаются старшекурсники и работодатели. Чем раньше они встретятся, чем быстрее они начнут договариваться, тем лучше будет для всех сторон. Отрасль нуждается в специалистах, в хороших специалистах. Областная программа развития сельского хозяйства поддерживает студентов. Если выпускник нашел работу по своей аграрной специальности, за первый год работы он получит 40 тысяч, за второй 60, за третий 100 тысяч рублей. Плюс ежемесячные доплаты к зарплате. Однако работодатели по-прежнему жалуются на кадровый голод. В основном, конечно, их интересует больше менеджмент. Менеджмент, реализация, торговля. Но нам нужны рабочие специальности, такие как начальник комбикормового цеха, зоотехник, зоотехник-селекционер, экономист, конечно, агроном. У выпускников свои критерии хорошей работы. Зарплата около 20 тысяч рублей выше, соцпакеты, комфортные условия труда. На ярмарке вакансий у них есть возможность напрямую задать интересующий их вопрос руководителям предприятий. В первую очередь узнать, что интересно, какие вакансии есть у нас, куда можно, соответственно, трудоустроиться. Может быть, даже и трудоустроить все-таки, не знаю, даже. К весенним полевым работам сейчас готовятся студенческие отряды УГСХ. Подобные организации помогают студентам найти работу и закрепиться на предприятиях. В этом году студенческие дружины отпраздновали свое десятилетие. Помимо отрядов, занимающихся механизированными работами, в Академии имеются отряды и других направлений. Так, ветеринарный отряд «ВИТА» давно и успешно работает на животноводческих предприятиях Ульяновской области. Татьяна Германа, Илья Хачатриан, Вести, Ульяновск. Весна не за горами. Аграрии готовятся к предстоящей страде. Первое в этом году заседание штаба по посевной прошло в Маинском районе. Сельхозпроизводители отчитались, а зимы в норме. Техника готова на 87%. А вот как обстоят дела с остальными показателями, мы расскажем в сюжете. Белоснежные мешки с веселыми подсолнухами на упаковке – не что иное, как аммиачная селитра. Это одно из базовых удобрений. Здесь, на предприятии Маинского района, их изготавливают тоннами. В клиентах у агрохимиков Татарстан, Мордовия, Чувашия, Меликесский и Маинские районы. Этим удобрением будем торговать, вот эта остатка 5000 тонн. И будет подача, вагонный подача будет. И будем с колеса на колеса торговать свежими удобрениями с завода. Ну, как вы считаете, хватит нашим аграриям? Хватит. Хватит. Обеспечим всех. На сегодня в область поступило более 5500 килограммов всевозможных химикатов самых разных фирм и производителей. За качеством удобрений, особенно произведенных в других регионах, следят в Ульяновской агрохимслужбе. Для них это госзадание. Из данной партии поступило 7 образцов на анализы в нашу лабораторию. По нашим анализам были проведены. И из них, из 7 образцов, 3 образца были с нарушением ГОСТа. В хозяйстве села Подлесное для предстоящего сезона нужно 600 тонн удобрений. 200 уже есть. Остальное будем закупать, делится планами глава предприятия. Придется также пополнить запасы топлива. А главное – посевного материала. Нужного количества зерна для предстоящего сева заготовить в прошлом году не удалось. Так как в прошлый год было первоначальное вымерзание зимы, часть погибла зимы. Потом погибли часть зировые засухой. А потом по осени уже переулажнение убирали до поздней осени. Конечно, сказалось на качество зерна. С зерном проблем не будет, успокоили во время штаба представители Министерства сельского хозяйства. К посевной его заготовили 102% от потребности. В Приволжье по этим цифрам мы лидеры. Губернатор Сергей Морозов в свою очередь сообщил, из федерального бюджета для поддержки агрария в этом году выделят порядка 470 миллионов рублей. Регион добавит еще 100 миллионов. Но средства получат только те хозяйства, кто сохранит посевные площади. Елена Гончарова, Весть Ульяновск, из Маинского района. О других интересных событиях региона кратко расскажут мои коллеги в новостном Блице. Юных ульяновцев научат рисовать комиксы, сочинять сказки и делать книжные модели. 1 марта в библиотеке номер 24, что на улице Карла Маркса 33, дробь 2, пройдет традиционный день дарения. За все время проведения акции горожане подарили местным библиотекам более 50 тысяч книг. В этом году акция юбилейная, 10-я. И подарки читателям на этот раз делает сама библиотека. Ульяновские моржи привезли из Уфы семь медалей. Две серебряных, а одну золотую медаль принесла в копилку нашей команды Лариса Харитонова. Всего четверо ульяновских моржей привезли домой семь медалей, пять из которых выше пробы. Состоялся супермарафонский заплыв на тысячу метров. Сейчас в планах ульяновских моржей новые рекорды. В начале марта запланирована поездка в Чебоксары для участия в открытом чемпионате Чувашии. Сегодня четвертый день Масленицы. Разгул. В четверг начинался широкий разгул. Катание по улицам, кулачные бои и разные обряды. В этот день чучело-масленицы начинали возить и калядовать. Наряженные детишки ходили от дома к дому и пели трынцы-брынцы, пеките-блинцы, выпрашивая себе угощения на праздничный вечер. При патрулировании улиц Засвияжского района ульяновские полицейские задержали подозрительно молодого человека, который пытался открыть дверь автомобиля. Как выяснилось, 19-летний житель областного центра уже дважды судим. А помимо неудачного взлого машины, на его счету могут быть и несколько состоявшихся краж. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за похищение имущества из автомобилей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. К сожалению, такие преступления совершаются часто. Во многом зависит от того, что владельцы сами не принимают мер к сохранности своему имуществу, оставляют радары и видеорегистраторы на видных местах. Стоит отметить, что это не единственный задержанный в последние дни за подобные нарушения. Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным случаям. Сегодня, 27 февраля, исполняется 71 год со дня подвига Александра Матросова. Накануне памятного события воспитанники детского сада номер 13 возложили цветы к его монументу. Эта акция – часть программы, в рамках которой ветераны участвуют в патриотическом воспитании детей. Сейчас, по словам Михаила Авдеева, она делает лишь первые шаги, а дошкольники – наиболее благоприятная аудитория для подобных начинаний. Дайте человеку привить вот эту любовь к родине, чтобы они знали, что как сегодня будет возложение цветов, чтобы они преклонялись героям. Вот это самое, что кто их научит. Вот как я говорил, что они все знают, и добро, и зло. Они это понимают. Надо их приучить, чтобы добрые дела, чтить героев, которые у нас есть. Маленькие участники мероприятия рассказали, что они знают о герое Александре Матросове. Что он совершил подвиг. Он спас наш город. Напомню, что батальон Александра Матросова должен был атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки. Рядовой Матросов, воспитанник детского дома из Ульяновского района, бросился к Дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Он отдал свою жизнь, чтобы бойцы смогли продолжить наступление. Подвиг ульяновца – это символ мужества, воинской доблести и любви к родине. О спорте. Накануне прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Ульяновская «Волга» принимала дома красноярский «Енисей», который считается одним из претендентов на итоговое первое место в этом сезоне. Встреча проходила в весьма быстром темпе. Моменты возникали то у одних, то у других ворот. Но все же более высокий класс гостей сказался. Они победили со счетом 7-3 и за тур до окончания предварительного этапа обеспечили себе второе итоговое место. А значит и участие в плей-офф, начиная со второго этапа. Мы играли с одной из лучших команд чемпионата. Ребята играли хорошо. Бились, старались. Допустили ряд ошибок и не использовали тоже много еще моментов. 1 марта в заключительном туре первого этапа ульяновцы примут дома «Байкал Энергио» из Иркутска. В зависимости от результата этого матча, а также ряда других встреч, определится соперник «Волги» в одной восьмой финала. Это будет один из трех клубов. «Водник» из Архангельска, «Хабаровский», «СКА» «Нефтяник» или «Казанская Динамо». Накануне ульяновцы поминали первого архиепископа Симбирского и Созранского Анатолия. 170 лет тому назад его не стало. Ровесник Карамзина он овдовел и принял монашество. Чуть позже стал епископом Полтавским, затем архиепископом Минским и Туровским, а в возрасте 66 лет императорским указом он был назначен на службу в Симбирск. Каким был первый пастырь земли Симбирской, об этом наш следующий материал. Прах архиерея захоронен на старом кладбище за алтарем Воскресенской церкви. Крест из черного камня венчает памятник с цветной гравировкой. Белобородый старец в облачении архиепископа изображен прилежным ремесленником. По словам краеведов, этот портрет имеет мало общего с тем, кто покоится под камнем. Тот портрет, который там изображен, это просто какой-то обобщенный образ священника, архиерея. А вот единственный, который нам на сегодняшний день известен, портрет Анатолия. За десятилетия своего управления Симбирской епархией владыка Анатолий очень много сделал для ее устройства. Да и открыта она была именно под его началом. Он ехал создавать епархию на пустом месте. Она была бедная, а он человек был уже в силу возраста и своего характера воспитания не притязательный, не капризный. Именно владыка Анатолий довел до конца сооружение кафедрального свято-троицкого собора, который на долгие годы стал одним из главных украшений Симбирска. Именно он принимает решение похоронить на привилегированном кладбище Покровского монастыря простого мещанского старичка Андрея Огородникова, который впоследствии стал покровителем Симбирска Андреем Блаженным. В то время многие не воспринимали Андрея, считая, какой-то там дурачок бегает, его считали пустосвятым. И тут действительно вот великая прозорливость Анатолия сказалась, что он тогда предвидел и понимал значение, кто такой Андрей Блаженный. Об архиерее Анатолии сохранилась самая добрая память. А к словам, которые он адресовал чиновникам 19 века, полезно было бы прислушаться и современным управленцам. Горе человеку, который власть употребляет для насыщения своих прихотей, который своим примером уполномачивает всякое распутство и бесчиние. Какое мучение, какой ад для его совести лучше бы было никогда не родиться ему. Золотые слова. Елена Гончарова, Маргарита Шауберт, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Сейчас в Ульяновске минус 6 градусов. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер неустойчивый 1 метр в секунду. Продолжение следует...